Здравствуйте! В эфире программа «Главный герой». Наша тема сегодня – роль СМИ в формировании имиджа региона. И в гостях у нас Владимир Компанейщиков, заместитель председателя правительства Омской области. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Константин! — Первый вопрос. Находясь внутри, мы не всегда себе представляем и не всегда объективно оцениваем, в общем-то, регион. Вы, человек, который много ездите, много находитесь, ну, вам есть чем сравнивать. Как к нашему региону относятся в других субъектах, в столицах в частности? Есть какая-то... Да, я думаю, что какого-то стойкого, однозначного мнения о регионе в столице или в других городах скорее нет, поскольку аудитория разная. И если говорить о властных структурах, то это, наверное, одна позиция. Если о, скажем так, просто публичном, общественном мнении, то другая. И, конечно, это мнение формируется в том числе теми событиями медийными, которые освещаются федеральными СМИ. Я далек от мысли, что в каком-нибудь там Пскове кто-то всерьез сидит и изучает наши местные новостные ресурсы. Последнее время федеральная повестка, на мой взгляд, в отношении Омска достаточно серьезно поменялась. И скорее там нейтральная, может быть, чуть ближе к позитивной. Вы все помните прошлый год, ситуация обращения к президенту по поводу состояния дорог в городе Омске. Был еще ряд публичных историй. Мы делали контент-анализ, понимаем, что зачастую в основе некоторых медийных историй по отношению к региону, у некоторых медийных историй есть конкретные заказчики. А кому это нужно? Мы, может быть, даже понимаем, кто это. Ну, не суть. Мы уйдем из СМИ в разговор о политике. Кстати, интересного было. Я почему спрашиваю? Я же жил очень долго не в Омске. И в тот момент времени, когда я 15 лет отсутствовал, я так или иначе, это мой родной регион, все равно, когда смотришь ресурсы какие-то, ты цепляешь, не было слышно ничего. Я с вами абсолютно согласен, поддерживаю вашу. Хотя контент-анализ я не проводил, но позитивная все-таки, больше стало позитивных каких-то новостей, вообще больше стало новостей, больше стало на федеральной повестке дня именно известия событий из нашего региона. Но мы действительно очень серьезно стараемся заниматься тем, чтобы те реально проходящие, интересные, хорошие, нужные и эффективные события, которые так или иначе есть, происходят и будут происходить в регионе, попадали в федеральную повестку. Это в том числе и моя задача, как человека, курирующего информационного блока правительства. И, наверное, в этом смысле что-то у нас получается. Хотя я не могу сказать, что я доволен. Действительно, для нас важнее не то, как нас оценивают люди, проживающие в Новосибирске или в Тюмени. Нам очень важно, и на самом деле критически важно, что думают наши жители, жители города Омска, жители региона, жители муниципальных районов, о своем регионе, о своем месте проживания. И я не думаю, что, если провести достаточно серьезную социологию, что мы, скажем так, останемся довольны результатом уровень пессимизма, социального пессимизма, критического отношения к той действительности, в которой мы находимся, действительно высок. Это надо признавать, но не для того, чтобы, как некоторые СМИ делают, делать на этом вывод, что все пропало, и засланг валить отсюда нужно. Нет, как раз для того, чтобы с этим содержательно, системно и тщательно работать. И я думаю, что действительно мы меряем отношение к региону, исходя из того, что мы сами в нем находимся. Очень трудно наказаться в позиции человека, относящегося к этому как-то со стороны, и не сравнивающегося. Как нас можно сравнить с Тюменским областем? Можно попробовать предложить сравнить с Курганом или с Новокузнецком? Я, честно скажу, верю, не верю даже, а под это есть ряд аргументов, но, на мой взгляд, достаточно значимых, чтобы об этом утверждать уверенно. Все-таки Омск и Омский регион достаточно уникальны на карте страны. И прямых аналогов устройства региона, его топология, его географического положения и многих других вещей, честно сказать, я бы в стране не нашел. И эта уникальность и хороша, и плоха одновременно, поскольку очень сложно какие-то кейсы успешные из других регионов переносить на нашу действительность. И применять сетях. И я думаю, что важно, по крайней мере, что мы об этом говорим. Мне очень понравилась та дискуссия, которая в свое время была инициирована в рамках дискуссионного клуба, организована платформой, это ФЦИОМовская площадка. Очень много развилок, которые мы даже не обсуждаем по поводу будущего региона, по поводу настоящего, но, может быть, даже по поводу оценок прошлого. Я вот... Вы задели такую тему, все-таки формирование общественного мнения, формирование имиджа региона в глазах жителей самого региона. Но это же зависит от СМИ, от позиции СМИ самих. И, опять же, когда я приехал сюда, вы не видите, что динамика все-таки положительная, что какие-то моменты все-таки позитивные появляются? Я их вижу. Но это не социология, конечно, это субъективное мнение сугубо мое. Есть динамика какая-то за последние 3-4 года? Я бы не ставил вопрос положительного имиджа региона в плоскости оценки деятельности СМИ. Они такие, какие они есть. Они, наверное, меняются. Возникают новые СМИ с другой редакционной политикой, с другими журналистами, у которых, наверное, другой взгляд на жизнь. Мне кажется, здесь важно не обсуждать, как СМИ освещают действительность. Ну, вот они такие, какие они есть. Надо эту действительность менять. И чем больше будет хороших, положительных, активных действий по изменению той ситуации, в которой мы находимся, тем больше, на самом деле, будет информационных поводов, и тем больше, на самом деле, будет изменений в умах тех же журналистов. Я не хотел бы быть человеком, который за счет косметики лакирует, в общем, не очень приглядную действительность. Она у нас разная. Есть и очень проблемная, есть и просто прорывная. Есть очень много того, что, к сожалению, мы сами не видим, поскольку, ну, почему-то считаем, что этого в Омске даже быть не может. Поэтому вопрос только в одном. Нужно, вне зависимости от позиции СМИ, стараться реальными делами, большими, маленькими, разными, в разных средах, в разных направлениях делать что-то конкретное, что меняет ситуацию, что формирует у людей позитивные отношения, что формирует у журналистов интерес к тому, чтобы обратить на это внимание и написать об этом на страницах своих изданий или сказать там с экранов телевизора. Тогда эта ситуация будет основана не на желании какой-то пиар-команды рассказать о том, как хорошо в стране советской жить. Да, оно будет, это будут видеть все, это будет на самом деле правда. Это тяжелее, но я не вижу другого варианта. Я не считаю, что СМИ виноваты. Я не обвиняю сейчас СМИ, хотя все-таки и хочу сказать, что все-таки какая-то часть вины есть, потому что вы говорите о том, что нужно делать какие-то реальные дела, но можно же рассказывать о тех реальных делах, которые уже сделаны. Вот сейчас прозвучало слово «прорыв». Я, например, знаю очень много примеров положительных и в бизнесе, и сейчас, когда шла выборная история, вот законодательное собрание, я узнал для себя, я работал на избирательных каких-то, встречался с кандидатами в депутаты, я узнал для себя многих политиков с другой стороны, с положительной стороны. И у меня всегда постоянно возникал вопрос, почему у них сформирован имидж, ну, отдельно, людей, на которых, в общем-то, ориентируется население, сформирован так имидж. Могу предположить, что, ну, вы тоже имеете, может, здесь мне удастся вас убедить, маркетинговое образование, в общем-то, да, я читал в интернете, что вот у меня такая позиция, что многие СМИ идут просто в тренд, и они думают, что чем больше они, ну, поднимают свои рейтинги, публикуя какие-то негативные вещи, публикуя какие-то скандалы, интриги, расследования, да, а не понимая, что этот тренд, он уже тренд вчерашнего дня, как бы прохинулости так хорошо не покупают уже, вот. И я бы сказал, что, наверное, параллельное все-таки движение нужно. Даже, знаете, пример, вот ТЭФИ, в прошлом году проходила ТЭФИ, я знаю, каких усилий это стоило, ну, наверняка был ваш вклад, да, но я вот больше со стороны Александра, знаю, Малькевича, да, он со мной там делился, это огромное вы сделали дело, и как освещали, ну, кто-то освещал и говорил ТЭФИ, а кто-то, а были публикации, что, ну, вот приехали, ничего не получили, и зачем они вообще сюда приезжали, и зачем это проводилось. То есть каждое событие, каждое мероприятие можно по-своему, я же не призываю замалчивать какие-то вещи, я просто хочу сказать о том, что, ну, как бы, может быть, это работа где-то отчасти и пиарщиков правительства, доносить как-то эту информацию больше, более подробно. — Согласен в том, с тем, что какие-то тренды, сложившиеся, причем зачастую достаточно случайно, а не по чьему-то злому умыслу, можно и нужно менять. И я согласен с тем, что информационный блок правительства Томской области является, ну, просто по определению, участником этого процесса. Может ли он стать заказчиком каких-то изменений? Не думаю. Все-таки наша задача доносить до людей информацию и показывать то, что происходит в регионе таким, как оно есть на самом деле. Потому что даже там, где есть проблемы, самое главное, первое, признать эту проблему, понять из-за каких, там, в силу чего она возникла, и, соответственно, это уже там, пусть не, так сказать, решение, но это путь к решению этой проблемы. То, что касается формирования, там, какой-то, какого-то, ну, вот у нас, там, скажем так, бренда региона, история там про продвижение региона, конечно, этим нужно заниматься. И тут и власть должна умно и интересно подходить к этому вопросу. Но, опять же, это не функция власти. То есть мы не должны продвигать те вещи, за которые, собственно говоря, отвечает, например, бизнес. И если мы, например, освещаем нашу промышленность, то это не провзвейтесь, а развейтесь. Да. То есть очень много интересных людей, очень талантливых руководителей. Очень много интересных предприятий. Талантливых конструкторов, предприятий. Очень много интересной продукции они выпускают. К сожалению, о большей части, наверное, и там публично говорить нельзя. Поэтому возникает гордость. Но эта гордость основана не на попытке, там, каких-то технологов, да, манипулировать мнением людей. Она основана на реальности. Другое дело, что компетентно, профессионально интересно довести. Это тоже отдельная компетенция. Я не буду сейчас говорить о профессиональном уровне, там, российской, в Омской, как час, в частности, журналистики, да. Но, наверное, здесь тоже всем вместе имеет смысл там серьезно поработать. Я не о попытке, я о желании, Владимир. Потому что, на самом деле, то, что вы говорите, я в Омске пять лет, и за эти пять лет я не журналист. Никогда им не был. Но за эти пять лет я посетил такое количество предприятий, которые не посещали многие наши журналисты. Я был в таком количестве и предприятий, и колхоз, и аграриев. И есть разные. Есть, можно найти, можно посмотреть на заводы, которые стоят в разрухе, а можно съездить там на высокие технологии, или на Сладонеж, допустим, первый завод, который я посетил. И мне его показывал тогда Игорь, директор, или там Титан. Ну, есть же чем гордиться, на самом деле. Почему? И когда мне рассказывают, что да нет, там все не так, но я это собственными глазами видел, да, мне это свидетели не нужны. И здесь больше должно быть желание. Я не понимаю, как этого добиться. То есть я вижу, что движение есть, но с моей точки зрения оно очень медленное. И если говорить про дела, то о какие дела мы можем поговорить, которые создадут повестку дня. Есть какие-то дела в ближайшее время у нас, которые нам дадут повод гордиться еще больше регионам? Ну, очень простые вещи, которые очень, с одной стороны, просто, с другой стороны, нелегко сделать, а которые реально меняют настроение, в том числе и журналистов, которые пишут об Омске и об Омской области. Мы помним в прошлом году, сколько было таких пессимистических и критических высказываний по поводу празднования трехсотлетия. Если убрать контекст мегапроектов, которые кто-то когда-то обещал сделать, но они все-таки не были завершены. Там пресловутый аэропорт, метро и так далее. Я бы не обсуждал, там большой отдельный разговор. Но как набор каких-то интересных, очень иногда неожиданных событий, на мой взгляд, праздник удался. Вы правы, да, есть ли это желание или нет, менять себя, менять свое отношение к чему-то, менять действительность. Мне кажется, что у очень многих людей в Омске оно есть. Есть очень много очень интересных, талантовых людей, которые гораздо больше меня знают, что и как нужно делать. И вот я для себя очень просто ответил на этот вопрос, хотя это сложно с точки зрения, может быть, выстраивания каких-то взаимоотношений. Нужно уметь слышать людей, слушать их. Но очень много людей, которые приходят и предлагают очень конкретные, очень неожиданные вещи, которым нужно всего лишь чуть-чуть помочь для того, чтобы они состоялись, чтобы они запустились. И это точно будет куча красивых, интересных информационных поводов, которые и вам там, как журналистам, будет интересно освещать. И самое главное, это понравится людям. У нас очень многие вещи просто скрыты от нашего внимания, потому что мы всегда, ну, например, мы говорим про промышленность. Вот первая развилка, да, вот у наших гиганты, вот высокие технологии. Завод «Полёт», завод «Бараново». И мы говорим, мы гордимся. Да, гордимся. Это оборонный щит страны, это уникальные люди, уникальные технологии. Я знаю и уверен в том, что мы способны очень мощно и очень сильно стартануть с точки зрения перезапуска очень многих вещей в городе. А я напоминаю, что темой нашей сегодняшней программы была роль СМИ в формировании имиджа региона. И в гостях у нас был Владимир Компанищиков, заместитель председателя правительства Омской области. Владимир, спасибо. Спасибо вам, кстати. Игорь Негода. Игорь Негода. СМИ. СМИ.